Друзья, у нас сегодня тест-драйв коляски Artonica Pulse 150. Это честный обзор, я ей пользуюсь с февраля этого года, сейчас октябрь уже идет, как видите, очень красивая погода. Если кратко, я искал коляску, которая будет достаточно легкой и достаточно компактной, которая будет помещаться в такси Minivan. То есть мы часто ездим, и мне необходимо, чтобы она была достаточно мобильной. Поэтому вариант, который будет 200 кг весить и не будет никуда помещаться, он не походил. Болтать мы будем в этом видео по минимуму, будут всевозможные тест-драйвы. И я хочу сказать, что я, дядька, не маленький, во мне почти 2 метра роста и 160 кг веса. Поэтому коляска должна быть еще и крепкой. И, разумеется, проходимой, в общем, и так далее, и так далее. Все мы сегодня протестируем. Ну, теперь давайте попробуем лужу посложнее. Вообще, как бы, вероятно, вполне я застряну. Потому что я тяжелый, и протектор у колес... О-о-о! Да, я встал. Я встал. Колеса просто провалились. Миша, она так просто, глянь, что? То есть колеса прокручиваются, зарываются. Видите, да, колеса прокручиваются? Ну что, теперь сейчас Женя меня будет выковыривать отсюда. Колеса достаточно тонкие, поэтому вот такие лужи, это самое плохое, что может случиться, потому что просто они зарываются в грязь. Давай попробуем вперед, если тебе удобно. Если нет, давай назад. Вперед? Нет. Вот. Мы вылезли. Вот в такие лужи не заезжайте. Да, я грязный. Миша, зачем? Надо было показать. Миша, ну я просила этого ничего. Хочется сказать про аккумулятор, который я поставил. Тот комплектный аккумулятор, который был. Он сначала возил нас примерно 15 километров по продолжительности. А мы ездим вдвоем с супругой. Я говорю, она у меня тоже колясочница, и мы паровозиком ездим. То есть получается она 50 килограмм плюс 20 килограмм ее коляска, плюс я 160, плюс 60 килограмм коляска. В общем, немаленький вес такой получался. И в итоге, буквально за полгода этот аккумулятор нас стал возить уже не 15 километров по расстоянию, а всего лишь 6-7. Просто-напросто его емкость упала. Это обычный был гелевый аккумулятор, как в большинстве колясок. Сейчас я поставил аккумулятор, на него, кстати, ссылочка тоже будет в описании, очень полезная штука. Литий-ионофосфатный, по-моему, если я ошибаюсь, я напишу там, опять же, в описании, какое он правильно, название. Но он нас возит уже вместе двоих 40 километров без подзарядки. И у этой технологии есть масса плюсов, например, то, что вот эти вот железнофосфатные аккумуляторы, они дают порядка 6 тысяч циклов. То есть его хватит уже не на полгода, а хватит примерно на, не знаю, лет 10, наверное. Но и дают более стабильный ток. И это позволяет коляске мало того, что немножко быстрее ехать, но и гораздо лучше реагировать на все мои движения, потому что они происходят уже без задержки, без какой-либо. А раньше, когда я ездил на том штатном аккумуляторе, который идет с этой коляской, у меня были проблемы с тем, что я не могу даже ровно ехать. Чуть-чуть неровная поверхность ее уже ведет. Эта коляска с этим аккумулятором прекрасно дружит и, ну, в общем-то, никаких нет проблем с управляемостью в любой ситуации. Этот аккумулятор тянет. Более того, скажу, он даже в горку, если старые аккумуляторы я нажимал, и он в горку, прям вот, ну, видно, что ему сложно, это он еле тянет и так далее. То с этим новым аккумулятором я просто влетаю в любую горку, ну, скажем так, и на грани опрокидывания назад. Мы сегодня это тоже потестируем, я вам покажу, то есть она прекрасно справляется, ну, абсолютно без проблем, вытягивает не только мой вес, но и, опять же, супругу на прицеле. Да, забыл сказать, и в зимнее время такой тип аккумулятора не будет садиться на минус 20 даже. Ну, короче, это идеальный вариант. И самое главное, на самом деле, в нем то, что я долгое время не хотел другой аккумулятор ставить по той причине, что, ну, допустим, литиевый, он может загореться. Я думаю, что все вы видели ролики в интернете, когда люди заходят в лифт, а у них там самокат загорелся, и они там погорели. Этот аккумулятор абсолютно безопасный, он не будет гореть, даже если его разломать на части. Поэтому безопасность это тоже очень важно. Ну, а сейчас мы снимаем, как коляска тащит нас, вот, всех вместе взятых без проблем, причем, как видите, по не очень ровной дороге и достаточно быстро при этом. То есть она точно так же будет нас и в горку тащить, здесь два двигателя по 450 ватт каждый. То есть, по сути, это одна лошадиная сила, причем я не шучу, можете посмотреть. А еще собака впереди догоняет нас. Ну, короче говоря, мощности здесь не занимать абсолютно. Теперь давайте покажу вам пульт, соответственно, лево-вправо, вперед-назад. Все очень удобно, регулируется по вылету. Пульт, то есть я сделал, как мне удобно, руке. Здесь можно переключать скорости, соответственно, больше и меньше ставить ее, причем можно это делать прямо на ходу. Я вот большим пальцем это делаю, точнее, указательным, ну, приноровился. Правая рука мне более-менее работает, поэтому могу это делать. Здесь сигнал, здесь кнопка включения-выключения. Вот, здесь регулируется, точнее, показывается уровень заряда. Но, если вы поставите другой аккумулятор, не тот, который штатный, то будет показывать практически всегда полный заряд. Мы лишь один раз коляску высадили в ноль, и где-то на нули процентов, которые нам показалось на телефоне, я сейчас покажу это, у нас здесь падал заряд вот до красненькой лампочки. Теперь давайте я вам покажу приложение. Значит, в приложении показывается уровень заряда, который сейчас есть, вот осталось 83%. Заряда реально хватает на 40 километров. Кроме того, здесь показывается и оставшийся уровень заряда, вот, ну, в ампер-часах. Здесь показывается всевозможная статистика по зарядке. И показывается ток в каждом из аккумуляторов, потому что здесь их, на самом деле, вот, видите, несколько штук. И, соответственно, когда у нас падает здесь напряжение, у нас уменьшается уровень заряда. Короче, все это очень удобно контролируется с приложения. Ну, вот так выглядит съемка аккумулятора. Как видите, это происходит буквально за считанные секунды. А вот так аккумулятор выглядит изнутри. На самом деле, он здесь состоит из нескольких ячеек. Плюс плата управления, она же соединяется с вашим смартфоном по Bluetooth. Для зарядки можно использовать стандартный блок питания. Однако, мы прикупили более мощный и который заряжает быстрее. Всего зарядка занимает порядка 8 часов. И это аккумулятор на 75 Ампер-часов. Правда, на практике вы вряд ли будете разряжать его в ноль, поэтому зарядка будет гораздо быстрее. Вся статистика есть, как я уже говорил, в телефоне. Ну, а следить за зарядкой не нужно. Он, когда зарядится, выключится сам. Ну, и, пожалуй, самый экстремальный тест. Здесь мне подстрахует Женя, потому что скользкая поверхность. И угол наклона, я специально посчитал. Можете сами проверить на картинке, которая появляется. 20 градусов. При том, что норма для пандусов 9 градусов. И, как видите, коляска преодолевает этот уклон без проблем. Причем, можно ускоряться даже в процессе. Она не чувствует этого подъема. На практике могу сказать, что градусов 30 она тоже выдерживает. А вот где-то на 40 я ковыркнулся. Я хочу с вами попрощаться. Очень надеюсь, что кому-то эта информация окажется полезной. И вам осталось только поставить лайки и подписаться на канал, если вы здесь впервые. Я обычно, вообще-то, обозреваю аудиотехнику. И никак не коляски. Ну, раз уж попалась мне хорошая коляска, и раз уж я в ней очутился, почему бы не сделать и этот обзор. Подписывайтесь, комментируйте. Пока! А подножки, подножки. Ой, слушай, шикарно. А обувь твою как помыть? Класс! Субтитры сделал DimaTorzok